Я составила родословную монаха, который здесь вскользь упоминается. Всем привет, Даша. Сегодня я буду рассказывать о новой книге Дианы Сеттерфилд «Пока ничуть река». Я даже одежду синего цвета надела. В детстве происходит в Дианскую эпоху. Внезапно в тракте входит мужчина. Очень сильно поврежден. Тело его очень сильно повреждено. Еле-еле стоит на ногах, на руках его кукла. С ухами, ахами все, кто в тракте, быстренько его укладывают. Вызывают местную врачевательницу, знатока лечения. На куклу, конечно, никто не обращает внимания. Кроме сына хозяйки трактира, который удивляется, какая она необычная, потрясающая, какое тяно кожа, как искусно сделано. И вдруг подает голос. Это живой ребенок. И, ну, на самом деле, не очень живой, но вот ребенок. Все охают, ахают. Медсестра, которая как раз вот, которая все хорчует там, как раз пришла, она, девочку положила, положили отдельно, она пошла повороветь, что, правда ли, она не совсем жива. Собственно, и тут выясняется дальше, что примерно в разное время у всех пропало, ну, не у всех, у нескольких людей пропал ребенок. Примерно четырех лет. Со схожими внешними приметами. И этот ребенок, который появился в тактиле, которого нес на руках тот мужчина, который, кстати, не имеет никакого отношения, а просто вот так случилось, что он ее нашел. Все третий в догадках, чья это девочка. Чьи туфля. И вокруг, собственно, этого вопроса выпляшивается весь сюжет книги. Вот все просто претенденты на родство с ней, взявшись за руки, ходят вокруг нее, хороводиком и задаются вопросом, девочка, ты чья? В общем, как-то так. Так, собственно, то, как развиваются события, напоминает мне одну детскую старую головоломку. Вы знаете, когда по листу разбросаны точки, и эти точки, они пронумерованы, но не подряд, а хаотично. Ну, там, точка под номером 1, под номером 2, под номером 68 следующая, следующая точка вообще там 15 номер. Вам нужно провести карандашом или фломастером по точкам так, чтобы они шли в порядке нумерации по возрастающей. 1, 2, 3, 4. И постепенно, когда вы проводите карандашом, начинает вырисовываться рисунок. И когда вы заканчиваете этот свой труд, то видите, что там было изображено четко. Так и в этой книге. Есть там и мистичная составляющая, и она прописана гораздо лучше, чем дедиктивная. Она прописана совершенно, вот от мистической части этой истории я просто в восторге. Я просто вот, у меня аж сердце замирало, но, к сожалению, было гораздо меньше, чем дедиктивные части. Зато я вот дедиктивную часть, я ее воспалила сразу. И это мне, ну, в минус книги для меня. Сюжет проникает неторопливо, он никуда не спешит. Это вам не приключенческий роман в духе Александра Дюма и его графа Манте-Кристо, где все вот так вот, вот так вот, вот так вот, ты сидишь. Нет, здесь все не так, и здесь все размеренно, постепенно, как спокойное течение реки. Зато, то есть, первые, у меня были вот такие впечатления. Первые 50 страниц просто шикарный. Я не заметила даже, как я их прочитала. Я чуть не уронила. Я нарисовала карту Тэмза. Я составила... Ой, у меня тут сейчас выпадет хрень одна. Я составила дословную одного монарха, который здесь скользко упоминается. Просто я думала, это было в начале книги, я думала, что это будет более... Получить какое-то в будущем развитие в книге. Ну, не, нифига. Чем я была, кстати, очень расстроена. То есть, первые 50 страниц просто ума цимус персик. На 150-й я начала скучать. На 222-й я начала мечтать, чтобы эта книга, блин, скорее уже закончилась. Зато последняя страница ТОМ – это что-то феноменальное, это что-то потрясающее, это что-то волшебное. Самая последняя страница – финал. Ох, она меня потрясла. Я её обожаю. Стоило прочитать, сколько здесь страниц, почти 500. Стоило прочитать вот все эти страницы ради вот этой вот одной. Действительно. Только не пробуйте сразу её скрывать и читать, чтобы ей проникнуться, нужно знать всю историю. Отдельных слов заслуживает сам текст. Он отполирован, и это очень хорошо видно. То есть это не тот текст, когда талантливый человек написал, и он хорош, он прикравился своим стилем, своим слугом. Вот здесь видно, что Диана написала текст, и потом он неоднократно, снова и снова, вновь и вновь. К нему возвращалась, здесь подправляла словечко, тут корректировала предложения. Что-то там ещё с ним делала, шлифовала, 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 пока он не стал гладким, гладким, так, чтобы с него можно было есть, так, чтобы он отражал солнце, так, чтобы он стал прям вот зеркальным. И то, что она над ним так работала, трудилась, шлифовала, это бросается в глаза. Ну ладно, допустим, это её особенность такая теперь. Я, конечно, не понимала этого в процессе чтения, но когда прошло какое-то время, уже я закончила читать, я поняла, что у книги потрясающие послевкусие. Вот есть книги, они увлекательные, у тебя глаза горят, пока ты читаешь. Это до такой степени потрясающе, ты не можешь даже отойти от книги, это что-то отойти, просто взгляд от тебя вести, вдруг там без тебя что-то произойдёт на странице, до такой степени живо и красочно, и очень быстро есть всё написано. Ну, ты как только вот так вот закрываешь книгу, у тебя из головы всё вылетает, ты ничего не забываешь, ой, ничего не помнишь оттуда, никаких впечатлений не выносишь, никаких улыбок не делаешь, просто, ну вот, как будто я не читала. А здесь я закрыла последнюю страницу, я потом ходила, я размышляла, я вспоминала какие-то нюансы, я переосмысливала что-то, эмоционально перемалывала, если можно так выразиться, то есть послевкусие у книги чудесные. Вот такие впечатления у меня были, не-не-не, но на сегодня всё, всем пока, до скорых книг.